Друзья, мы продолжаем спорт. Обсуждаем мы с вами далее. У нас в студии тренер по большому теннису Забаев Игорь Владимирович и прямой эфир. Так что дозванивайтесь, если вопросы есть. Как настроение? Доброе утро. Доброе утро. Настроение отличное. Мой вопрос всем гостям. Я просто хочу акцент на этом сделать. Почему? Потому что действительно интересно, как утро начинается у представителей различных профессий. Вот в вашем случае. Какие традиции по утрам? Традиционно утро начинается с завтрака и с пробежки на тренировку. С самого утра, да, с 8 часов у нас уже начинаются тренировки. Так рано? Почему? Почему? Ну, потому что дети занимаются и с утра в первую смену, и во вторую смену. Поэтому приходится заниматься рано с утра и так же поздно вечером. Еще, естественно, по теми дням у меня есть вопрос. Шестое чувство о нем мы сегодня говорим. И, наверное, у вас оно тоже проявляется в вашей работе, так или иначе? Конечно, есть. У теннисистов есть такое специфическое, интересное чувство. Мы называем это чувство мяча. Чувство мяча. Какой спорт появился? Тем более теннис в вашей жизни. Была же, наверное, какая-то история? Ну, мне было 8 лет, да. Мой отец, он тоже спортсмен, велосипедист, мастер спорта СССР. И его знакомый друг, он вел секцию тенниса. Ну, как-то мы сидели за столом, отец предложил, не хочет позаниматься теннисом, попробовать. Я с удовольствием согласился, пошел, меня затянуло. И вот до сих пор я не могу, не могу жить без тенниса. А что, вот если вспомнить детство, оставило такое серьезное впечатление, что да, мое. Хотя, казалось бы, отец велосипедист. Ну, это, конечно же, интерес к игре. Игра захватывающая, когда особенно начинает получаться, это доставляет, ну, не знаю, необъяснимое удовольствие. Вот, ну и, конечно же, первые победы на соревнованиях. А помните свою именно первую победу? Конечно. Первые мои соревнования, ну, и после года занятий мы поехали в Караганду. Там я не выиграл, но занял второе место. Это уже результат был? Это уже был хороший результат, да. Естественно, это... Да, поднятие духа, самооценка поднялась. А цели вот еще в детстве какими были? Стать известным чемпионом, прославить Казахстан, город, мировой международной арене? Ну, конечно, да, хотелось стать известным. Или уйти сразу в тренерскую? Нет. О том, что стать тренером, конечно, вначале я не думал. Ну, уже лет где-то в 16-17 я уже об этом начал задумываться и уже начинал проводить первые индивидуальные тренировки. У нас была такая возможность. Вот любой спорт, будь то бокс, баскетбол, волейбол, неважно или индивидуальные виды спорта, это всегда трудности, сложности. Вот сейчас ведь и большинство молодых ребят нас смотрят, кто, возможно, хотел бы, но не думал, или сейчас только проявляется этот интерес. Какими сложностями обязательно любой человек встретится именно в теннисе, в большом теннисе? Ну, в теннисе, я считаю, чтобы научиться, надо быть упорным. Это очень важно. Теннис технически сложный вид спорта. На самом деле, с виду смотришь, кажется, как будто это все легко. Но если ты придешь на корт и первый раз возьмешь в руки ракетку, не получится элементарно отбить мяч. Терпение и труд, так сказать. Терпение и труд, да. Ну, а больше, может быть, еще сделать акцент на том, что это физически тяжело или логически тяжело? Ну, на первом этапе не сказать, что физически сложно. Даже для взрослых людей, как бы, ну, вот мы ведем так работу сначала, там, технически разучиваем один удар справа по элементам, ставим ноги, ставим в закрытую стойку, показываем точку удара. То есть элементарно. Сначала просто технически несложные элементы. Потом это все уже в скопе собирается, игрок начинает, там, ученик, когда играть в движении, вот это уже начинает сложности, да. Но здесь же еще очень важно понимать и чувствовать соперника, а как удается вот это в контакт найти? Тем более, наверняка, в период соревнований иногда ты не знаешь, каким будет соперник, только можешь предполагать, какая у него сила удара, какая у него... Или это все тоже продумывается? Ну, как правило, да. Как правило, ты знаешь, с кем ты уже будешь играть. Вот. Но это немаловажный фактор, да. Надо обязательно настрой. То есть всегда ты настраиваешься на матчи. Ну, сложно, сложно. Ну, из моей практики всегда было легко играть с более сильными игроками. Почему? Потому что на них настраивался. То есть, ну, все время за каждый мяч, борьба за каждый мяч. Сам себя постоянно настраивал. Вот. И не давал расслабляться. То есть своим воспитанникам вы сейчас, ну, даете такой же настрой? Ну, как бы, да, бороться за каждый мяч. А если о молодежи поговорить, какая она сейчас? Вот вы, может быть, сравните со своим еще детством, насколько она отличается? Есть ли, не знаю, вот эти бойцовские качества в ребятах? Есть, конечно. Во все времена, по-моему, это было и будет. Вот. Единственное, когда мы играли, ну, теннис не был так развит в Казахстане. Как сейчас? Как сейчас, да. Сейчас огромное развитие идет благодаря Федерации Тенниса Республики Казахстан. Да, то есть в областях везде строятся теннисные центры. Федерация поддерживает, выдает инвентарь, ракетки, сетки там даже... То есть только приходите и занимаете? Приходите и играете, да. Есть у Федерации сейчас программа мини-тенниса, то есть упрощенные ракетки, легкие мячи, которые раздают в детские сады. Вот. И уже с детских садов начинается уже какой-то рост. А если говорить о манежах, присутствуют ли они только открытые или закрытые? И вообще, вот ваше предпочтение, где лучше играть? В закрытом помещении или в открытом? Ну, мне всегда нравилось играть в закрытом помещении. Почему? Да, потому что ничего не отвлекает. И все равно чувствуешь себя как в коробке даже. Нет, во-первых, солнца. Которое тоже есть. Примерное освещение, это очень тоже важно. Когда ты играешь на улице постоянно, то есть твой соперник находится либо в тени, либо ему солнце не светит в глаза, тебе солнце светит в глаза. И через определенное время, через определенное время все равно там есть переход, то есть меняются сторонами, и в принципе условия разные для обоих. А солнце в зенит пошло. И снова в глаза. А ветер тоже? Тоже немаловажно, конечно. Но вот с другой стороны, ведь это такие сложности, если к ним приноровиться, может быть и лучше для, так скажем, спортсмена или нет? Ну, конечно, лучше. Надо уметь играть в любых условиях. Потому что в любой момент может пойти дождь, может подуть ветер, также солнце вышло, начало светить глаза, и с этим всем надо уметь бороться. Какие результаты молодежь наша показывает сейчас? Довольно хорошие. Вы знаете, возьмем прошлый год, девочка 12 лет, из Усть-Каменогорска, Татьяна Николенко, она участвовала в международном турнире, посвященном мемориалу Вельсов, который проходил в Алмате. Вот, заняла первое место. Да. Вот такой результат. Потом в ноябре месяце был чемпионат Казахстана до 12 лет. Там тоже первое место. То есть у нас есть уже звездочка? Есть звездочка. Есть еще Савиткан КЗ Дия, тоже наша девочка, вот, которая, в принципе, тоже постоянно в призах, в призах они станут вместе. Вот, девочки у нас очень хорошие. Вы отправляетесь вместе с ребятами на соревнования? Не всегда. Ну, ввиду того, что тренировки? Ну, да. Ввиду того, что тренировки. Ну, все равно у нас есть выезды, мы выезжаем на командные соревнования. За пределы Казахстана уже были ли выезды, показали результаты? Ну, вот, сейчас Татьяна, про которую я говорил, она сегодня играет в Узбекистане, в Фергане. Азиатский турнир до 14 лет, вот, за выход в одну восьмую. Она попала в 16 сильнейших, вот, сегодня будет биться за выход в полуфинал. Да, вот, буквально вот. Начнется. Ну, мы болеем за наших. Нужно сейчас всю свою энергию направить. Куда? На Узбекистан. Ну, в смысле, в ту сторону. Чтобы поддержать наших спортсменов. Игорь, еще вопрос, естественно, по... Предлагаю от детей к взрослым переходить. Я вот что наблюдаю, если и Европу сравнить, там, мне кажется, любят этот вид спорта. И просто в виде даже хобби часто можно встретить людей в возрасте, которые просто, ну, для поддержания формы играют. Вот не бегут в тренажерный зал, а именно в теннис играют. А у нас вот взрослое поколение, охотно ли, идет именно в большой теннис. Как они? Ну, на самом деле есть любительское движение. Да, наш теннисный центр... Еще появилось оно? Есть, есть уже давно. На самом деле, я сам с Алматы, но немножко просто Каменогорск, знаю. То есть раньше здесь были так, чисто активисты, два-три человека, которые ставили площадки, вот ваши коробки, которые где... Да-да-да. Да, то есть ставили машины, натягивали сетку, включали фонари и... И играли в теннис, да. Сейчас построили отличный теннисный центр, у нас четыре закрытых порта и семь открытых площадок. То есть есть где... Да, каждый день у нас приходят взрослые любители и мужчины, и женщины. То есть где-то были любительские турниры между ними? Ну, то есть чтобы не просто... Не так часто, но проводятся, да. То есть есть возможность... Буквально недавно был парный турнир, да, они играли в парах. Есть возможность участвовать на соревнованиях. Почему? Да, допустим, даже у профессионала, у профессионала, вот он выходит на матч, у него есть сумка, в которой пять-шесть ракеток, потому что в любой момент может порваться струна. Да, ракетку надо будет поменять. И ракетка должна быть идеально такая же по всем своим характеристикам, по весу и по размеру ручки. Вот. Ну, естественно, должна быть... Мечи. Мечи всегда, в принципе, выдаются, как бы, либо на соревнованиях. Если ты играешь на соревнованиях, то есть там определенный вид меча, который ты заранее уже знаешь, ты им потренировался, мечи особо недорогие. Обувь, я думаю, здесь важна. Теннисные кроссовки, конечно, очень важны. Да, обувь на ровной подошве, с сплошным язычком, что никак легкоатлетическая. Легкие или должны быть все равно не в весе? Довольно легкие, нет. То есть обувь здесь тоже может, да, скажем? Чем легче, тем лучше. Может сказаться вот в время игры? Есть у нас, есть грунтовые площадки, есть у нас жесткое покрытие, есть травяное покрытие. То есть под каждое покрытие определенный вид подошвы, определенный вид резины, тоже немаловажно. Ну, то есть даже если любительски собираются, может быть, наши телезрители, то желательно все-таки... Ну, желательно приобрести теннисные кроссовки. Чтобы не получить просто элементарный транс. То есть, если говорить еще раз о спортсменах, выйти на международный уровень, возможности есть. И дети показывают уже хорошие результаты. Плюс сейчас идет огромная поддержка с Федерацией тенниса, то есть лучших детей. Федерский состав, вот к чему я хотела еще привести. Насколько он силен, хватит ли сил и вообще, в принципе, самих тренеров на, ну, допустим, большой поток детей, если он начнет... Ну, если взять город Ускаменногорск, ну, сейчас у нас довольно большая команда. У нас работают два специалиста с Чехии. То есть, у нас есть главный тренер, который вот с Чехии работает со сборной. Помимо, получается, один тренер из Узбекистана, я из Алматы, еще двое местных тренеров. А ей плюс тренер по ФП. То есть, хорошая команда с вами. Да, большая команда. Вот еще мое наблюдение с течением именно времени в Рауане. Я поняла, что в любом виде спорта, ну, иногда необходимо пробовать еще что-то, какое-то направление. Допустим, если это бокс, то не помешали бы танцы, пластика, чтобы можно было где-то ее обхитрить, партнера почувствовать. Либо просто для того, чтобы разрядиться интеллектуально, необходимо, не знаю, просто заниматься, допустим, творчеством. Вот вы как считаете, в теннисе какие виды спорта еще бы не помешали, допустим, параллельно, чтобы они были? Или только теннис? Нет, конечно же нет. Ну, на первых этапах, вот смотрите, допустим, Татьяна Никольенко, про которую я говорю, она сейчас параллельно занимается еще и легкой атлетикой. Ей сейчас 12 лет, то есть физически это особо, и сейчас, ну, как бы, можно еще заниматься. Когда ей будет уже лет 14, грубо говоря, то уже придется сделать выбор, потому что там увеличатся нагрузки, в теннисе увеличатся нагрузки, будет сложно. Вот, ну, а все, что связано с, как бы, у нас говорят, что в теннисе 85% зависит от твоих ног, то есть от твоей физической подготовки. То есть нужно постоянно отдать? Да, любые нагрузки, любые, любая общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, то есть только идут на пользу. Еще меня интересует, какие навыки приобретает ребенок, придя в теннис? Что появляется? Вот, может быть, даже... Ну, занимаясь теннисом, конечно же, это координационные способности, потом сила, ловкость, выносливость, вот, да практически все физические качества. А взрослый человек все то же самое? У взрослых, смотрите, при регулярных занятиях теннисом, то есть повышаются функциональные способности сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Вот, у вас улучшается пульс, ну, частота сердечных сокращений, вот, повышается кровообращение и улучшается обмен веществ. Естественно, есть и противопоказания, ну, если мы говорим про взрослое поколение, кому не стоит себя вот так нагружать? Ну, в теннисе можно правильно распределить нагрузку, в принципе, таких особых противопоказаний для людей нет, даже если у кого-то проблемы с сердечниками, вот, допустим, им, наоборот, рекомендуют заниматься теннисом. Но все должно быть теннисом. Ну, без фанатизма, да, с этим надо следить. Ну, что я могу сказать? Можно найти альтернативу фитнесу и тренажерному залу. Честно, запросто. Игорь, планы на будущее какие? Они у вас лично, как и у тренера в том числе, и, может быть, есть какие-то планы и у ребят у ваших? Ну, у меня, во-первых, есть мечта, я хочу воспитать игрока первой сотни, первой мировой сотни, да. Вот такая мечта. Звездочка уже есть? К этому стремимся, в принципе, да, мы уже начали работать, да. А вот у меня такой вопрос на рассуждение, ведь наступает у детей такой иногда период, когда хочется бросить все. Вот как тут не упустить-то свою звездочку, на которой были планы и цели? Ну, тут очень сложный тогда вопрос. Ну, не знаю, все-таки я, допустим, мне с ней работает легко, я ее очень хорошо знаю, мы друг друга прекрасно понимаем, и в такие моменты, я думаю, сможем договориться с этим вместе справиться. Ну, и это ведь еще и травмоопасный вид спорта? Не особо. А, то есть вот... Мало травмоопасный, да. Единственное, у нас такие незначительные травмы, локти, колени, там, мениск, вот, ну, до переломов до такого никогда не доходило. Ну, планы потрясающие, мне кажется, все осуществимо. Да, да, хотелось бы прославить город Усть-Кавиногорск. Вам за это спасибо. Мне здесь нравится, я здесь уже не первый раз работаю, возвращаемся. Ну, я думаю, что здесь еще благодаря нашим людям, которые такое впечатление оставляют. Мне нравится менталитет, знаете, здесь очень воспитанные дети, и такие, видимо, работящий народ еще от этого. А у вашей команды, у наших детей какие планы? Они же тоже чего-то хотят? Ну, теннис личный вид такой, личный вид спорта. То есть у каждого свои какие-то цели? Ну, в основном все хотят попасть, конечно, на мировую арену, да. Я бы хотела, чтобы вы им привет от нас передали. Обязательно. Всех построю и передам сегодня. Будем встречать уже здесь их с победами, но чтобы сейчас в Узбекистане чаша весов в нашу сторону как-то перевалила, хотелось бы. Будем надеяться, будем надеяться. Ну, мы энергетику направляем. Друзья мои, у нас сегодня в гостях тренер по большому теннису, Забаев Игорь Владимирович. Ну, интервью, как вы знаете, где будет на ютубе. Вам спасибо большое. Спасибо. За детей в том числе. И за интересную информацию. А теперь... Субтитры подогнал «Симон»!